Продолжается благоустройство знаковых мест областного центра. Так, на Славянской площади уже уложена тротуарная плитка. Идёт реконструкция фонтана. Совсем рядом, напротив, рабочие облагораживают сквер имени Игната Фокина на улице Калинина. Единую композицию набережной, Славянской площади и сквера дополняет известная в Брянске и даже за его пределами лестница на бульваре Гагарина. С екатеринских времён эта улица стала своеобразной градообразующей осью и поныне она является крупнейшей пешеходной зоной города. Лестница появилась здесь в 70-х годах прошлого столетия и практически сразу же в народе её окрестили Потёмкинской. Видимо, по аналогии со знаменитой Одесской тёзкой. За 40 лет утекло немало воды, а вместе с ней и некоторых элементов гранитной облицовки. То, что сооружение давно нуждается в ремонте, ни у кого не вызывает сомнений. Как первозданный вид у неё был. Должна быть такой лестница. Чтобы как бы вспоминать. И люди здесь, старые поколения, должны помнить об этом и знать, и видеть. И мы должны, и молодое поколение должно видеть, какой должна быть лестница. Рабочее совещание у мэра города, общественники, специалисты, архитекторы. На повестке дня проект реконструкции лестницы. Вопрос непростой, речь идёт об объектах историко-культурного наследия. Дома вдоль бульвара приведут в порядок, но первым делом отреставрируют лестницу. Сделают это уже в следующем году. Дело за проектом. Грамотным и таким, с которым согласятся все. И профессионалы, и просто жители Брянска. Есть ряд уже проектов по реставрации, которые выполнены архитектором Перова, Александром Петровичем. Они будут дорабатываться с учётом инвесторов, проходить экспертизы. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз призвал поторопиться. В ближайшее время надо принять проект и утвердить смету, чтобы заложить эти расходы в бюджет. И, наконец, отремонтировать лестницу. Деньгами областная казна поделится уже в следующем году. Артемий Маркелов, Иван Зюрев. События. Брянск. Продолжение следует... Продолжение следует...